Новые возможности в системе подготовки специалистов для работы в нефтяной отрасли появятся у жителей Заполярья. Накануне в МГУ имени Ломоносова был подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума Вернанский-Ненецкий автономный округ. Подписи в фундаментально значимом документе поставили глава региона Александр Цибульский и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Одна из основных целей создать на базе окружных СУЗов отдельное направление по подготовке квалифицированных работников для компаний нефтегазового комплекса. Алина Ваучейская продолжит тему. Несколько секунд и ярко-оранжевый порошок становится зеленым. Один из показательных опытов для студентов химического факультета МГУ вызывает интерес у всех собравшихся в лаборатории. Это такой зрелищный опыт, который показывают на химическом факультете и в некоторых школах. Широко используется в химии для получения ананокристаллических оксидов. Химический факультет МГУ по праву считается одним из сильнейших во всем мире. Сегодня здесь обучается около двух тысяч студентов. А в скором времени знания, уникальную методику и опыт начнут передавать преподавателям средних учебных заведений из Ненецкого округа. Между региональной администрацией и ведущим вузом страны подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернанский Ненецкий автономный округ». Документ о сотрудничестве бессрочный и предусматривает работу по двум основным направлениям. Первое – своего рода предложение уже действующего проекта «Роснефть-класс». Планируется вести профессиональную переподготовку учителей, которые готовят воспитанников этих классов, к поступлению в профильные вузы. Второе – создание при поддержке МГУ на базе окружных СОЗов отдельного направления по подготовке специалистов для работы в компаниях нефтегазового комплекса. Это такой системный шаг в сторону возможности нашим выпускникам, нашим жителям работать в наших компаниях-недропользователях. Вы знаете, что эта проблема стоит, мы ее регулярно слышим, ставим перед нашими партнерами, но, тем не менее, все время сталкивались с ответами о том, что профессиональный уровень наших выпускников в наших профессиональных учреждениях не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляют компании-недропользователи на современных участках. Вот то, что мы сейчас делаем, с одной стороны, нам даст возможность подготовить наших преподавателей, подготовить соответствующим образом наших выпускников и создать отдельное направление на базе наших профессиональных, среднепрофессиональных учебных заведений с помощью Московского государственного университета, что, наверное, уже само по себе является и залогом успеха. А с другой стороны, наши компании-недропользователи уже одновременно будут выступать в процессе этой подготовки, по сути, с заказчиками на тех людей, которые будут у них работать. Это будут люди, которые будут обладать, повторюсь, всеми необходимыми современными компетенциями, которые сегодня требуются нашим коллегам. Кроме того, создание консорциума даст старт научному изучению территории Ненецкого округа с точки зрения перспектив дальнейшего промышленного освоения месторождений углеводородов. Для этого МГУ в сотрудничестве с бизнес-сообществом, представляющим интересы геолого-разведочных и нефтедобывающих компаний, намерена создать специальную геоинформационную платформу, которая позволит изучить перспективы социально-экономического развития региона. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север», Москва.